Здравствуйте, наши дорогие любители видеоигр! Наконец-то подходит к концу снежная пора! Мы с замиранием сердца ожидаем прихода тепла и солнца, возможности сбросить себя пару кило одежды, ну и просто нового рассвета природы. А как вы? Предвкушаете уже наступление весны или еще нет? Напишите в комментариях. Ну а мы традиционно поностальгируем по прошлому и поздравим с юбилеем несколько тайтлов. Вперед из песней, дамы и господа! Ну и прежде всего поздравим всех поклонников Apex Legends. Там у ребят пятилетняя годовщина, куча ивентов и донатных скинчиков. Так что кому интересно, вливайтесь. Однако нам хочется вспомнить о гораздо более дорогом нашему сердцу тайтле, также вышедшему пятилетие назад. Вот в данной рубрике мы часто удивляемся, что та или иная игра уже празднует пятилетний юбилей, а мы и с днем рождения сказать не успели. Но тут такого ощущения не возникает. Возможно потому, что сразу вспоминается мега-скандал с временной эксклюзивностью ПК-версии в Epic Games Store, которую ребятам из Forer Games, как ни странно, быстро простили. Сейчас о том скандале разве что видеоигровые историки вроде нас вспомнят. А это потому, как нам кажется, что из-под пера разработчиков вышел очень приличный и приятный триквел. Не только не ломающий конструкт оригинала, даже несмотря на тот факт, что у нас игра под названием «Метро» происходит не в метро, но и привносящий свежие оригинальные идеи, вроде несложного крафта или полуоткрытого мира. Однако далеко не все эти идеи пришлись по вкусу аудитории. Кто-то ругал открытый мир за его пустоту, дополнительных квестов в игре оказалось всего парочка, или за то, что он сбивает темп повествования. А кому-то, наоборот, пришлось это по душе. Основной нарратив остался плюс-минус прежним. Главные герои отчаянно бьются, не щадя живота во имя светлого будущего. Можно сказать, в буквальном смысле прорубая себе путь сквозь мрачный постапокалиптический мир. Ужасных мутантов и страшных фриковатых постапокалиптичных людей. Ну и, конечно, спасая таких же отчаянно борющихся за жизнь. Благодаря смене декораций, Foray Games удалось создать крайне разнообразный мир после ядерной войны. Тут вам и выжженная пустыня, и крутой яркий лес, и заснеженный урбанистический пейзаж огромного пустого мегаполиса, отсылающий нас к оригинальной части, но и не забывающий нам выдать целую порцию намёков, что в новосибирском-то метро всё было ни разу не легче, а даже и страшнее, чем в московском. А ведь когда-то казалось куда уж хуже. В целом, «Метро Исход» — это крайне достойный триквел, в который мы рекомендуем поиграть каждому, в особенности, если вы любитель жанра. Игра смотрится очень свежо, несмотря на свой, казалось бы, солидный возраст. Десятилетний юбилей нынче отмечает перезапуск одной из культовых франшиз 90-х годов. Которая стала как минимум одним из родоначальников стелс-жанра. Thief — повествующая нам о нелёгких буднях воришки Гаррета в стимпанковом сеттинге. Оригинальная трилогия с 90-х подарила игрокам крайне необычный опыт, превращая игру практически в immersive sim. С перезапуском же всё вышло не настолько хорошо. Мнения об этой игре у профильной прессы были крайне неоднозначными, вплоть до противоположностей. Кто-то хвалил игру за интересный геймплей и сеттинг, кто-то же называл их пресными до невозможности. Вот за что игру ругали определённо все, так это за сюжет. Автором которого значится небезызвестная Риана Пратчетт, оперативный псевдоним, сценаристка. Также, да и в 2014-го года, стал явной жертвой противостояния олдов с новичками. Те, кто оригинала не застал, приняли перезапуск достаточно благосклонно, пусть и с некоторыми оговорками. Олдам же совсем не пришлась по душе достаточно сильная суженность игры и гораздо большая заточенность под скрипты. Да, окольные пути по-прежнему остались, совсем коридорным стелсом да и в не стал. Однако и спектр множества возможностей был достаточно сильно сужен. И, как нам кажется, эта неоднозначность, вкупе с великим сюжетом от великой сценаристки, и стала символической гробовой плитой на некогда культовой франшизе. Уж не знаю, увидим ли мы когда-нибудь еще попытку вернуть вора Гаррета из-за бвения. О нем уже 10 лет ни слуху ни духу. Но, видимо, пресс-ф, господа. А жаль, ведь даже перезапуск, несмотря на все условности, был далеко не отвратительной игрой. Быть может, сиквел бы вернул былую славу, но... Впрочем, это уже совсем другая история. Ну что, слуги Императора, наточили свои бензопилы во славу его? Но... Хаоси, ты, распространили ересь по всей вселенной! Орки крикнули свое любимое ваааааа! Данные призывы были, как никогда, актуальны ровно 15 лет назад, когда вышла любимая многими фанатами игровая итерация буквально мультивселенная Warhammer 40000. А именно, Dawn of War 2. Новая ВАХа отошла от классических устоев РТС, очень сильно сдвинув свои жанровые рамки в сторону экшн-РПГ. Больше никаких построек баз, сбора ресурсов и управления армиями. Теперь в вашем распоряжении несколько героев, за которыми бегает отряд болванчиков. Этих самых героев необходимо прокачивать и всячески кастомизировать под личные нужды. Как и, впрочем, своих болванчиков тоже. Вооружать, снабжать, чуть не сказать, кормить и поить. Притом кастомизация достаточно обширная. Тут вам и варианты брони, и варианты оружия, и доп. экипировка, в общем, есть где разгуляться. Учитывая, что под нашим контролем теперь лишь несколько отрядов, баталии стали гораздо более камерными. Однако, несмотря на этот факт, вообще ни разу не потеряли в зрелищности присущий баталиям серии Warhammer 40.000. Мультиплеер уже больше похож на классический РТС, но со своими ограничениями. Тут и очки для найма войск есть, и лимит для найма, как в первой части. Однако игрок не может иметь более 8 отрядов. Крутись как можешь, дорогой игрок. Вот таким образом получилась весьма интересная и самобытная игра, в которую приятно поиграть и сегодня, чего и вам желаем, особенно если вы фанат сеттинга. 20 лет назад вышел тайтл, вознамерившийся стать убийцей легендарной Диабло. Ну и, как часто это бывает, убийцей, конечно, он не стал. Однако, смог привнести в жанр изометрических экшен-РПГ свое крутое видение, благодаря чему фанаты жанра до сих пор с ностальгической слезой вспоминают эту легендарную игру из уже далекого прошлого. Притом, многие идеи лежали прямо-таки на поверхности. Например, мир игры. С одной стороны, он очень большой, крутой, разнообразный, по нему путешествовать одно удовольствие. С другой, он ведь нарочито фэнтезийный, прямо по всем канонам. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы противопоставить себя адским подземельям Диабло, разукрашенным в стиле кровь, кишки, рас... ну, вы поняли. Или, внезапно, разработчики в игре, жанровая принадлежность которой вмещает в себя эти три прекрасные буквы РПГ, догадались, внимание, добавить задания. Кто бы мог подумать? И в них надо прям вникнуть, хотя бы для того, чтобы понять, где тебе его, собственно, выполнять. Ведь задания в Диабло можно было в принципе не читать, все равно после тотальной аннигиляции нежити на локации, квест сделается сам собой. Сейкред вообще оказалась во многом Диабло на максималках. За что ни возьмись, все допилено. И боевка тут, не закликивание врагов до смерти в перемешку с перками, а настоящая комбо-система, позволяющая ей эффектно и эффективно раскидывать всю монстрятину по углам. И мир красивый, разнообразный, и интерфейс сделан лучшим. Да даже невероятно раздражающую стамину из второй части Диабло разработчики Сейкред вставлять не стали. И ладно только стамину, они добавили лошадь, лошадь, Карл, в изометрической РПГ, кто бы мог подумать. Так вот в свое время выстрелила шикарная Сейкред. Как жаль, что последующий сиквел, и особенно триквел, похоронили всю серию, похоже, без всякой надежды на возрождение. Но оригинал у нас никто не отнимет, есть где насладиться ностальгией. И на этом у нас все. Подписывайтесь в комментариях, в какие из этих игр игр играли вы, а может быть ваши родители. А также подписывайтесь на канал и бейте в колокола, чтобы не пропускать новые материалы. Ведь новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok